Сироту пристроить, что храм построить, говорит одна из русских поговорок. Но не зря священники благословляют на усыновление далеко не каждого желающего. Для этого нужно созреть, и прежде всего, духовно. Не случайно приемные родители со стажем не могут объяснить, почему берут в семью чужих детей. На первый взгляд может показаться, что воспитание приемных детей ничем не отличается от воспитания родных. Действительно, задача одинакова, особенно если приемные дети маленькие. Однако есть и особые моменты, которые нужно учитывать приемным родителям. Им придется помочь детям войти в семью. А это очень непросто. И вот здесь неоценимой помощью становится обмен опытом. Труд приемных родителей, он тяжелый. И некоторые родители не выдерживают, как сейчас говорят, профессиональное выгорание. И у нас, естественно, все мы люди. И где-то, может быть, совет такого же коллеги, не совет психолога, который девочка закончила институт и пять лет стажа имеет, еще не имеет детей, да? А именно совет приемных родителей, у которых большой стаж, у которой подобная ситуация была. Он как раз остановит родителям на шаг расторжения. В Самарской области сегодня две с половиной тысячи приемных семей. В них воспитывается почти четыре тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. Четыре тысячи. Это больше сорока детских домов. Недавно у нас прошел форум приемных семей, организованный благотворительным фондом «Радость». Из 26 районов приехали приемные мамы. Не только поделиться опытом, но и получить необходимые знания и помощь. Мы организовали вот такой диалог между площадкой диалоговой, между Министерством здравоохранения, Министерством социально-демографической политики, Министерством образования, заинтересованными ведомствами и приемными семьями. И вот здесь они могут сказать и о своих проблемах, о своих нуждах, вынести какие-то свои предложения даже в существующие законодательства. Органы опеки, в свою очередь, нуждаются в советах приемных родителей. В 2014 году в Самарской области показатель по количеству детей-сирот, находящихся на воспитании в замещающих семьях, составил 90%. Тем не менее, тысяча детей все еще живут в сиротских учреждениях. Как устроить в семьи подростков, детей-инвалидов, детей, имеющих братьев и сестер. Это лишь некоторые из вопросов форума. Мы обычно как приемные сами с собой собираются, мы профессионалы сами с собой, или мы замыкаемся где-то на уровне муниципалитета. А вот на уровне области у нас пока вот такие ежегодные форумы есть, которые позволяют как бы отточить тот опыт, который есть, выработать подходы на будущее, что есть для нас услышать те проблемы, которые есть у приемных родителей, для них объяснить общую ситуацию, общую позицию, понять масштабность этого процесса, который происходит в области. Поэтому это такой взаимообогащающий процесс, это очень важно и нужно. Как правило, в приемную семью помещаются дети, не получившие воспитания в родительской семье. Они могут страдать от недоедания, не иметь медицинского лечения и надзора, перенести различные формы физического, психического или сексуального насилия. Приемными могут стать также дети, родители которых больны. Таким образом, приемная семья – это своего рода скорая помощь. Поддержать и защитить ребенка в кризисной ситуации – ее главная цель. Поддержать и защитить приемных родителей – задача государства. Папы наши работать на хорошей оплачиваемой работе не могут. Они находятся на том же, в той же работе, что и я. То есть мы полностью заняты воспитанием детей. У нас школы, садики, кружки, всевозможные. А если еще в семье ребенок инвалид, то это вообще двойная забота. Это Самара, это лекарства, это таблетки, это больница. Это дважды в неделю наблюдения первой больницы или еще в каком-то центре. Поэтому это очень большая проблема. Финансовые затруднения – лишь одна из проблем, с которой сталкиваются приемные родители. Практически все дети приходят из сиротских учреждений с педагогической запущенностью и с трудом осваивают школьную программу. Педагоги школ и интернатов нередко говорят о том, что сироты не обучаемы. Либо жалуются на то, что денег мало. Проблемы детей всегда начинаются с проблем взрослых. А взрослые очень искусно их создают. Когда мы не умеем, не знаем, у нас не получается, мы говорим, что у нас не хватает денег. Это отговорка. Любая травма психологическая, а жизнь без семьи – это психологическая травма, безусловно, замедляет образовательный процесс. Когда вы в стрессе, вы не можете думать о познавательной деятельности. Вам надо только выжить. Поэтому, конечно, многое зависит от того, какая среда в самом детском доме, какое отношение воспитателей к образованию и как принимают детей в школе. Если ребенок счастлив, он обучаем. В жизни не все проходит так гладко, как мечталось. Вновь созданный детско-родительский союз, хотя и благороден, но очень хрупок. В нем таятся определенные опасности, о которых следует знать приемным родителям. Но и ребенок должен быть готов к тому, что жизнь его изменится. Мы очень долго и много говорили о необходимости подготовки граждан быть приемными родителями. И за эти годы, в общем, действительно сложилась система. Созданы школы подготовки приемных родителей. А вот система подготовки ребенка для жизни в замещающейся семье. Ее не только нет. Эту проблему они так активно обсуждают. И тем более она профессионально не отработана. А это два обоюдных процесса, без решения которых и того, и другого. Чтобы построить хорошее отношение, и чтобы сразу все сложилось в приемной семье, очень сложно. У нас в области есть приемные семьи с 15-летним стажем. Это настоящие профессионалы. Казалось бы, все знают, все трудности, варианты решения проблем. Но сами они говорят, что родительской профессии приходится обучаться всю жизнь. Каждый ребенок индивидуален. Он растет, изменяется. И должны изменяться и формы взаимодействия с ним. Приемный родитель не только ребенка воспитывает. Он же воспитывается вместе с ребенком и сам. Почему? Потому что ребенок со своей стороны ведет себя так, что иногда ты видишь, что он тебе помогает и в твоем росте. Каждая семья, принявшая сироту, делает свой вклад в улучшение общества. Ведь воспитанники детских домов часто повторяют судьбу своих родителей и отказываются от собственных детей. Ребенок, попавший в приемную семью, в которой он чувствует себя любимым и нужным, разрывает эту порочную цепочку. Успешным приемным родителем может стать только тот человек, который любит детей. Вот они такие, они их любят. Вот идет дискуссия, да, и обсуждают много. Почему берут? Какие мотивы у приемных родителей существуют, когда они берут детей в семью? Говорят о том, что есть какое-то материальное вознаграждение. Конечно, материальное вознаграждение есть. Но это правильно, когда вот для этих детей государство берет заботу об их содержании, об их обеспечении. Но вот моральную сторону воспитания детей, на эту сторону берут на себя приемные родители. И, конечно, они должны любить этих детей. Сироту пристроил, храм построил. Приемными родителями движут разные мотивы. Желание изменить общество к лучшему, оказать детям помощи внимания, заполнить собственную пустоту – все это заслуживает уважения. Но в первую очередь нужно думать о том, что это тяжелый труд. Прислушайтесь к своему сердцу. Если у вас есть сомнения, с желанием взять ребенка в семью лучше повременить, пока не придет полная уверенность. Субтитры создавал DimaTorzok